Не думай Наступит время, сам поймешь, наверное Свистят они, как пули у виска Мгновенья, мгновенья, мгновенья У каждого мгновенья свой резон Свои колокола, своя отметина Мгновенья раздают, кому позор Кому бесславие, а кому бессмертие Из крохотных мгновений сокон дождь Течет с небес вода обыкновенного И ты порой почти полжизни ждешь Когда оно придет в твоем гновенье Не думай на секунду свысока Наступит время, сам поймешь, наверное Свистят они, как пули у виска Мгновенья, мгновенья, мгновенья Мгновенья Деринг возвращался с фронта Вчера он целый день провел на участке, где прорвались русские танки КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА То, что он увидел, потрясло и ошеломило его. И он решил сразу поехать с докладом Гитлера. На фронте нет никакой организации. Абсолютно никакой организации, мой фюрер. Полный развал. О воинской дисциплине и говорить не приходится. Я там видел даже пьяных офицеров. Наступление большевиков деморализует армию, приводит ее в ужас. Можно сказать, животный ужас. И мне показалось, у меня сложилось такое мнение, что... Я запрещаю вам, Геринг, слышите, запрещаю выезжать на фронт. И запрещаю распространять подобную панику. Нет, это вовсе не паника. Это правда, мой фюрер. И мой долг сообщить вам эту правду. Замолчите! Занимайтесь уж лучше своей люфтваффе, Геринг. И несуйте нас туда, где нужно иметь ясную голову. Это не для вас. Мне это совершенно ясно. На фронт больше ни ногой. Я вам запрещаю. Раз и навсегда. Впервые в своей жизни Геринг возразил фюреру. Он был раздавлен и унижен. Он до сих пор чувствовал спиной, как вслед ему улыбались эти ничтожества, адъютанты фюрера Шмунд и Буртгорф. В Каренхале его уже ждали штабисты люфтваффе. Он приказал собрать своих людей, выходя из бункера. Доброе утро. Приехал рейхсфюрер. Он просит разговора тет-а-тет. Ну что ж, проводите его в гостиную. Прошу. Фюрер больше не может быть вождем наций. Что же теперь будет? Вообще-то в бункере войска СС. Ну, в конечном счете, не в этом дело. У фюрера парализована воля. Он не может принимать решений. Мы обязаны обратиться к народу. Геринг хотел сказать, да, Генрих, я согласен с вами. Но ему мешала эта черная папка. Он знал, что там может быть вмонтирован диктофон и что этот разговор через два часа будет передан фюреру. И тогда конец. Вы преемник. Следовательно, вы президент. Таким образом, я рейхс-канцлер. Он может болтать что угодно, думал Геринг. Отец провокаторов не может быть честным человеком. Если бы он мог быть честным человеком, я бы согласился со всеми его предложениями. Это невозможно. Это невозможно. Только один должен быть и президентом, и канцлером. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 и помощником Штирлица в антифашистской борьбе. Штирлиц очень хотелось подняться к гробу и поцеловать лоб умершего. Но он не мог этого сделать. Вглядываясь в стоящего около гроба Вернера, Штирлиц только сейчас с особой остротой понял, как они похожи, эти два брата. Младший брат Карла Плейшнера, Вернер, не знал и не имел права знать, что из концлагеря, куда он был брошен по доносу, его вытащил Штирлиц. Это было 8 лет тому назад. С тех пор он жил совсем один, потому что жена ушла от него на следующий день после ареста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А это кто? Кальтенбрунер Что, он тоже почечник? Да, он очень долго лечил Субтитры создавал DimaTorzok Штирлиц почему-то вдруг сейчас вспомнил, как в 1942 году хоронили Гейдриха, преемником которого стал Кальтенбрунер. Похороны были торжественными. Приехал фюрер. Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот жест Вот этот жест, в точности повторенный сейчас Кальтенбрунером, напомнил ему события 1942 года. «Все они хотят быть похожи на фюрера», подумал Штирлиц. «Непременно на фюрера». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что ж, пойдём, пожалуй. Да. Вы что, тоже почечник? Простите, не понял. Вы тоже лечились у него? Увы. Да. Где мы теперь будем лечиться? Ума не приложу. Да. Увы. Продолжение следует... 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 Заходи. Ладно, принесу тебе сюда. Информация к размышлению. Продолжение. Гиммлер. Гиммлер добился своего главного взлета не на полях сражений, и даже не организацией лагерей смерти на оккупированной территории Советского Союза, Польши, Югославии, Венгрии. Эта его работа уже никого не удивляла. Великий организатор очистительного террора, так сказала Гиммлере, фюрер. Своего главного взлета Гиммлер добился после покушения генералов на Гитлера. Тогда Гиммлер стал героем рейха, человеком, уничтожившим заговор. Гитлер наградил его, назвав самым мужественным арийцем. Он поручил ему выступить вместо себя на митинге. И Борман, Геринг и Геббельс вынуждены были приветствовать Гиммлера так, как приветствовали одного лишь фюрера. Штирлиц считал, что Гиммлер одна из наиболее сильных фигур в политическом раскладе рейха. Конечно, Гиммлер мог бы пойти на переговоры с Западом и мог бы удержать армию ИСС по виновении, и мог бы выстроить фронт против большевиков, опершись на сепаратный мир с Западом. Но, считал Штирлиц, союзники никогда не сядут за стол переговоров с Гиммлером, потому что для всего мира понятия Гиммлер и палач слились воедино. Гиммлер, значит, для решения поставленной перед ним задачи он должен выйти на Гиммлера. Гиммлера Здесь, в Кёпеннике, на берегу Шпрее, жили его радисты, Эрвин и Кэт. Приезжая сюда, Штирлиц нарушал законы конспирации, которым он вот уже два десятка лет подчинялся неукоснительно и скрупулезно. Но иначе сейчас он поступить не мог. Кэт была беременна. Сегодня здесь Штирлицы не ждали. Они выходили на связь в понедельник, а сегодня была среда. Среда это был запасный день. И Эрвин понял, что предстоит работа. Добрый вечер. Добрый вечер. Славно выглядишь. Ты относишься к тому редкостному типу женщин, которых беременность делает неотразимыми. Беременность делает красивой любую женщину. А у тебя просто не было возможности это замечать. Да, не было возможности. Это ты правильно сказала. Тебе кофе с молоком? Откуда молоко? Черт, я забыл вам привезти молоко. Мне удалось немного обменять. Ей обязательно нужно хоть немного молока. Да, у нас теперь есть молоко. Даже две банки. И кофе морковный. Оказывается, это огромная хитрость пищи для беременных. Ты поиграешь нам что-нибудь? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Ты проверял, они тебе не всадили какую-нибудь штуку в отдушину? Проверял ничего, не это, а что ли? Нет, ничего, все в порядке. Ну что, твои друзья из-за здесь обрели какую-нибудь новую гадость? А черт их знает, не исключено. Кловечество больше всего любит чужие тайны. Ну что? Я получил задание. Мне следует выяснить, кто из высших бонз собирается выйти на сепаратные переговоры с Западом. Они имеют в виду гитлеровское руководство, не ниш. Как тебе задание? Веселые? Там, вероятно, думают, что если я не провалился за эти 20 лет, значит, я всесилен. Неплохо бы мне стать заместителем Геммлера. Или вообще пробиться в фюреры. Хайль Штирлиц. Я становлюсь брюзгой? Ты замечаешь? Ничего, тебе идет. Как ты думаешь рожать, малыш? Кажется, нового способа еще не изобрели. Я позавчера говорил с одним акушером. Я не хочу вас пугать, ребята. Играй, малыш, играй. Спасибо. Я не хочу вас пугать, но сам здорово испугался. Этот старый доктор сказал мне, что во время родов он может определить национальность любой женщины. Я не понимаю. Играй, малыш, играй. И не пугайся. Сначала выслушай, а потом мы будем думать, как вылезать из каши. Понимаешь, женщины-то кричат во время родов. Я думала, что они поют песни. Понимаешь, малыш, они ведь кричат на родном языке. На диалекте той местности, где родились, значит, ты будешь кричать мамочка по-рязански. Что будем делать? А если вас отправить в Швецию, я, пожалуй, смогу это сделать. И останешься без последней связи. А здесь останусь я? Ее одну не выпустят. Только если вместе с тобой. Ты, как инвалид войны, нуждаешься в санаторном лечении, есть приглашение от немецких родственников в Стокгольме. Одну тебя не выпустят. Это ведь его дядя числится у нас шведским нацистом, а не твой. Нет. Мы останемся здесь. Мы останемся здесь. Ничего. Стану кричать по-немецки. Ну, что ж. Можешь добавлять немного русской брани, только обязательно с берлинским акцентом. Решение этого дела отнесем на завтра. Подумаем не спеша, без героических эмоций. Поехали. Верой. В зависимости от того, что мне завтра ответят, мы примем решение. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...